Всем привет! Это компания POP-MUSIC, и сегодня мы с вами рассмотрим обновлённый синтезатор Yamaha MX-61. Серия MX содержит в себе более тысячи звуков от легендарного синтезатора Yamaha Motifix S. И это великолепно, потому что в такой малютке хранится настоящий зверь. Ну и также Yamaha сделала неплохие приложения, и вы можете использовать его с вашими устройствами iOS. Также в нём есть USB-интерфейс, и вы можете подключать его к компьютеру и даже просто слушать через него музыку. Давайте послушаем, как он звучит. Послушаем звук пианино. ЗВУК ЭЛЕКТРОПИАНИНО ЗВУК ЭЛЕКТРОПИАНИНО ЗВУК ЭЛЕКТРОПИАНИНО 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 ТРУБНАЯ СЕКЦИЯ Трубная секция ЗВУК ЭЛЕКТРОПИАНИНО Категория SynthComp ЗВУК ЭЛЕКТРОПИАНИНО ПОПРОБУЕМ Покрутить немножко атаку Decay Sustain Release Продолжение следует... Очень удобно то, что вы быстро можете подрулить в самые важные настройки синтезатора. Барабаны. Режим Performance даёт возможность делить клавиатуру на две части, либо накладывать один звук на другой. При этом при разделении вы можете сделать так, чтобы в одной руке был арпеджиатор, в другой не было, либо барабанные партии играли с одной или с другой стороны. Это даёт возможность вам сделать вашу игру ещё интереснее. Давайте рассмотрим этот режим. Послушаем один из перформанс-сетов. И вот, как я и говорил, то есть на разделении клавиатур разные арпеджиаторы, которые назначен каждый на свой звук. Давайте проверим разделение клавиатуры и наслоение в режиме Performance. Итак, у нас звук электропианино. Мы добавляем слой, пэд и перкуссию. Мы слышим то, что у перкуссии есть арпеджиатор определённый, а у электропианино нет. И также мы можем сделать разделение клавиатуры. Вот оно до ноты C. Чтобы поменять это разделение, мы нажимаем, удерживаем кнопку сплит. Теперь оно заканчивается здесь. MX-61 не просто синтезатор, это ещё и аудио-интерфейс. Подключив его по USB к компьютеру, вы можете писать свои партии напрямую в секвенсор. При этом не использовать провода, соответственно, не будет разных наводок. Либо запускать какие-то подготовленные партии прямо с синтезатора. Давайте попробуем подключить. Хочу сказать, что я не устанавливал ни один драйвер на свой компьютер, мы просто включили синтезатор, комп и... сейчас проверим, как это работает. А теперь пропишем партию прямо в секвенсор. Это очень удобно. А если вы работаете с Cubase, то для вас хорошая новость, ведь при работе с Cubase работает интеллектуальная функция. Любой параметр в программе вы можете изменять вот благодаря такому большому регулятору. И вообще Play, Stop, Delete, запоминание, множество функций. Никогда работа с Cubase не была настолько удобна. На задней панели имеется разъём для наушников, также два разъёма левый и правые основные выходы, вход для AUX, также разъём foot controller, назначаемый контроллер, и сустейн-педаль. USB для соединения с компьютером. USB to device это для сохранения ваших патчей на флешку и воспроизведения минусовок прямо с флешки. Также MIDI in, MIDI out. Потрясающие звуки, компактный, невероятно лёгкий корпус и множество разных функций, также полный пакет программного обеспечения, который идёт с этим синтезатором, аудиоинтерфейс, возможность проигрывать плейбэки даже без компьютера, просто вставив флешку. И разные регуляторы, классная клавиатура делают этот инструмент просто мечтой каждого активно неиграющего клавишника. Поехали! Всем привет! Это компания POP MUSIC и сегодня мы с вами рассмотрим обновлённую... Чё, а можешь ты рубашку поправить? ПО МАШИНСКИЙ! А! Глушил! Маха! ПО МАШИНСКИЙ!